В областной столице стартовали курсы повышения квалификации для представителей одной из самых редких профессий – переводчиков русского жестового языка. Или, как их называли раньше, сурдопереводчиков. В региональном отделении Всероссийского общества глухих 15 таких специалистов на всю область. Они помогают преодолеть коммуникативный барьер людям с тотальным нарушением слуха, которых у нас более девяти сотен человек. Среди участников таких занятий Зоя Московых из Губкинского округа пришла в эту профессию, как и большинство ее коллег, в силу жизненных обстоятельств. Родилась в семье глухих. Русский жестовый язык стал вторым родным. Людям из мира без звуков. Переводчик помогает уже три десятка лет. Это их жизненная необходимость, потому что без переводчика, допустим, при обращении в различные инститации, они просто-напросто не смогут объяснить. И, допустим, пришли мы к доктору. Они друг друга смогут не понять. О присутствии уже переводчика жестового языка общение намного легче. Напомним, год назад для сурдопереводчиков вступили в силу федеральные профстандарты. Они подразумевают повышение квалификации каждые три года, вне зависимости от наличия соответствующего образования. В перспективе планируют создать единый всероссийский реестр таких специалистов. В нашем регионе учебные курсы организовала Белгородская общественная организация, которая уже много лет помогает инвалидам по слуху. На эти цели она выиграла полмиллиона от фонда президентских грантов. Проект «Слышу мир только руками переводчика русского жестового языка» включает недельный тренинг, а также бесплатное проживание, питание и справочные материалы. Фонд президентских грантов поддерживает наш проект, актуальность его, поскольку мы приоритетный регион. Вы видите, что сурдоперевод активно используется властями региона при оповещении, при каких-то сообщениях. И естественно, кому, как не нашим переводчикам, первым в России нужно пройти это обучение. Появляются новые жертвы, появляются новые слова, проводятся тренинги, как тебя вести в той или иной ситуации. Правильно, дословно перевести, понять смысл и сурдоперевод – это очень важно. Как русский язык, если слово предложено убрать, меняется что-то предложено, так и у русского человека. Нужно дословно понять, что он хочет, и привести ему. Либо объяснить то, что ему говорят обычные люди. Адаптировать текст.